ОДН жители региона платят уже не один год, но вопросы и разночтения возникают до сих пор. Пенсионерка Валентина Калугина в нашу редакцию обратилась за разъяснениями. В ее квитанциях сумма ОДН за электроэнергию в течение года волшебным образом менялась, чаще в сторону увеличения. Женщина с интересом наблюдала за изменениями в квитанциях. В начале 2017-го сумма увеличилась в четыре раза. К концу года управляющая компания поменяла тариф. Меня интересует, откуда взялась вот эта цифра, рубль 70. И рубль 70 – это много. Это много, 90 рублей. Я плачу 150 рублей, допустим, за электричество, и 50% я должна платить за ДН. Там лампочки горят на этом. Я ведь представляю, я понимаю, за что мы платим-то. Мы платим, я думаю, что за тех неплательщиков, которые живут и не платят за электричество. Управляющие организации объясняют. Причина в изменении закона. С января 2017-го вступил в силу 176-й ФЗ. ОДН из коммунальных услуг перешел в жилищные. Управляшка, не проводя собрания, стала начислять сумму в квитанции. С июля изменился сам расчет. Места общего пользования пополнились чердаками и подвалами. Вот сумма и увеличилась. К концу года жители 12-го дома по улице Вележская выбрали, как будут платить. По факту, по среднему показателю или по нормативу. Собственники по улице Вележской, дом 12 провели собрание в ноябре месяце. И решили платить по факту. То есть, сколько выставляет ресурсоснабжающая организация СК «Гарант» в наш адрес. И мы эту сумму будем им распределять. Поэтому теперь у них сумма будет разная. Не всегда будет рубль 94, например, как в декабрьских квитанциях. Сумма в квитанции может быть и больше норматива, отмечают коммунальщики. И зависит от того, как будут отчитываться собственники жилых помещений. Формула одна – есть показания общедомовых приборов учета. Из нее вычитают индивидуальные приборы. Остается ОДН на всех. Если жители будут хорошо отчитываться, сумма в квитанциях будет минимальная. Пенсионерка такой расклад считает не совсем справедливым. Я им сказала, что я буду обращаться в прокуратуру. Потому что, ну, не должны уходить наши личные деньги, которые и так мы небогато живем, чтобы они куда-то уходили налево. То есть, кто-то ими мог воспользоваться. Зачем? Живите тоже на своей. Я честный человек всю жизнь. Никогда никакой копейки не брала. 200 рублей за свет, который нажгла, еще примерно столько же за общедомовые приборы учета. Для пенсионерки существенно по деньгам и важно из принципиальных соображений. Удивляет женщину еще и то, что коммунальщики всю схему ей сразу не объяснили, а передали письмо с непонятной формулой. Вот и пришлось привлекать телевидение.